привет любители цивилизации вчера фераксис выкатили видео анонс в котором заявили о скором выходе финального да именно так они сказали финального обновления шестой цивилизации ну точнее не совсем так они стали финального обновления сезона шестой цивилизации так что может быть они анонсируют какой-нибудь очередной new frontier pass обновление выйдет 22 апреля и для начала несколько мелких улучшений во первых появятся две карты средиземноморье с реальным расположением цивилизации и огромная карта мира тоже с реальным расположением цивилизации потому что та карта мира который сейчас есть она по моему только на размер большая кроме того разработчики обещают научить искусственный интеллект нормально пользоваться морскими юнитами знаете прошло четыре года разработчики все еще учат искусственный интеллект нормально пользоваться юнитами кроме того абсолютно для всех цивилизаций появится три новых юнита линейная пехота тяжело вооруженный всадник именно так видимо на русский надо переводить man at arms и три бушеты ну то есть в линии апгрейдов видимо линейная пехота будет где-то между мушкетерами и обычной пехотой а три бушет очевидно между катапультой и бомбардой связи с этим фераксис обещают что перебалансируют юниты и сделают изменения в них какие конкретно не сообщается ну и конечно самое главное о чем я и говорил будут изменены некоторые цивилизации хотя вот то что говорит саванонсе вызывает вопросы но вот испанию например вроде неплохо улучшают вроде как города основанные не на родном испанском континенте будут получать бесплатного рабочего сразу и ускоренное строительство районов а торговые пути между разными континентами еще больше бонусов испания действительно в развитии выглядела слабовато а вот зачем хмером добавляют бонус к вере за население мне не очень понятно потому что к меры всегда обычно появляются в тропических лесах и с верой там проблем как-то нету кроме того если раньше священные места течение раньше вот прямо сейчас священные места дают просто плюс 2 еды то после этого обновления священные места кахмеров начнут давать столько еды сколько у священных мест бонус соседства то есть появится в тропических лесах взять пантеон на соседство с тропическими лесами и ставить священные места у которых будет 5 или 6 еды а вы думаете этого мало так еще и количество жилья тоже от соседства священного места зависит то есть вообще-то до этого обновления кхмеры точно не выглядели слабой цивилизацией. Сейчас они начинают выглядеть ещё более крутой. Китай теперь после завершения Чудо Света будет получать рандомное озарение или вдохновение той эпохи, из которого это Чудо Света построено. Помните эту слабую цивилизацию Мапучи, которую все банили, настолько она слабая, что не хотели против неё драться, которая имела плюс 10 силы против цивилизации в Золотом Веке. Думаете, это уменьшили или убрали? Нет, Мапучи так слаба, что давай насыпем ей ещё способность. Теперь города Мапучи с губернатором будут получать плюс 5% культуры, плюс 5% производства и плюс 10% опыта юнитам, которые в этих городах созданы. Ничего себе. А ещё прикольнее то, что эти цифры будут утроены в городах неоснованными Мапучи. То есть игрока за Мапучи просто заставляют нападать на соседа. Ну и кто в сетевых играх в здравом уме теперь будет не банить Мапучи, чтобы сосед в тебя упоролся по-любому, потому что в этом заключается его способность цивилизации. А, да, теперь ещё Мапучи плюс 10 против свободных городов будет иметь. Ну, те, которые по лояльности отвалились. А ещё города в Золотом Веке будут терять лояльность, если Мапучи убивают их юниты. Кайф! В Канаде ещё больше насыпали выхлопа от шахт, лагерей и лесопилок, а также от ферм в снегах и тундрах. Господи, фермы в снегах? Что это вообще? Правда, здесь понятно, что как завезёт с тундрой, но мне такое тоже не нравится. То есть, цивилизация, которая зависит от места своего появления. Много тундры, Канада имба. Нету тундры, Канада ничто. Это называется баланс, это вы вот так выбалансируете игру, да? Ну, в общем, пока это всё, что нам показали и рассказали. Нам обещали вроде как перебалансировать чуть ли не 75% способностей цивилизации, но потому, что делают с Мапучи к мерами и Канады. У меня такие вопросы немного к этому балансу, но это не те цивилизации, которые требовали баланса, серьёзно. У Мапучи и Кхмеров точно всё хорошо было. С другой стороны, хорошо, что добавили ещё 3 юнита, как минимум. То есть, вот в этой линейке апгрейдов добавились юниты. Посмотрим, конечно, как они будут сбалансированы. Ваше впечатление, надеюсь, почитать в комментариях и считаете ли вы, что Кхмеров, Мапучи, Канаду надо было менять вот так, как они это делают. Вот изменения у Испании мне, в принципе, нравятся. Хотя, опять же, надо проверять в игре. Спасибо, что досмотрели до конца. Ждём 22 апреля. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока.